Друзья, весна так прекрасна, что нам захотелось продлить ее еще на пару дней. Именно поэтому 1 и 2 июня на нашей сцене самые лучшие театральные коллективы Московской области примут участие в одном из значимых событийных проектов Московской области областном конкурсе театрального искусства «Театральная весна под Москвой». В этом году конкурс посвятили 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Щелково съехались таланты со всего Подмосковья. Два этапа конкурса – два дня, насыщенных выступлениями творческих коллективов на сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр». Первый день конкурса на сцене выступили детские и молодежные театральные коллективы из Королева, Балашихи, Щелково, Котельников, Коломны, Подольска и Талдома. Своё мастерство они показывали в двух возрастных группах – 7-12 лет и 13-18 лет. На конкурсе царила дружеская атмосфера, ведь это не просто состязание, а возможность пообщаться и поделиться опытом. В составе жюри – режиссёры и заслуженные артисты России, а образы, костюмы, сами спектакли – труд постановщиков и актёров. Спасибо вам большое, порадовали нас сегодня, получили вам большое удовольствие. Я вам желаю всегда получать удовольствие на сцене, всегда радоваться, потому что если вы получаете удовольствие, удовольствие получают зрители. Второй день конкурса – это выступление актёров старше 19 лет. Жюри и зрители увидели яркие, насыщенные, совершенно разные постановки коллективов из Воскресенска, Щёлково, Котельников, Фрязина и Подольска. Лапки тёмненькие, носик тёмненький, да? Аж и чек серебряный. Глаголом «жги сердца людей» и самое главное, наверное, для актёра – это достучаться до сердец. Так вот, я вам скажу, что за эти два дня вы не раз достучались, и, я думаю, до сердец зрителей, до наших сердец достучались. Спасибо вам огромное. По итогам двух дней конкурса жюри наградило лучшие, по их мнению, коллективы в трёх возрастных группах. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.